Сегодня у нас произведение Арчибальда Крунина, первое его произведение, первый роман, который в русском переводе называется «Замок Броуди». В английском варианте он назывался гораздо точнее «Замок Шляпника», и само это название было гораздо богаче, позволяя читателю по названию этого текста выстраивать какие-то логические цепочки. Потому что «Шляпник» в английском языке традиционно ассоциируется с безумием. Здесь можно вспомнить Юлиса Кэрролла, его «Безумного шляпника». И в какой-то степени этот роман, по крайней мере в критике это часто присутствует, является таким клиническим примером психопатологии. В общем-то, можно согласиться. На момент написания этого романа Крунину было уже 35 лет, он был врачом по профессии, очень успешным, практикующим. И вот в момент вынужденной паузы, когда надо было остановиться, остановить свою практику о нездоровье, он написал этот текст. Этот роман был напечатан сразу же, и он принес автору действительно успех и известность, и впоследствии он отдал себя именно вот этому вот литературному копию. В то же время действие романа отодвинуто на полвека назад, и это вполне объяснимо, потому что этот период исторический на полвека назад усугубляет ту ситуацию, которая описана в романе. Я вас приведу тоже вот на дарт это вот название. Фрагмент, который можно увидеть буквально во втором абзаце, если не ошибаюсь, это описание местности, в которой все происходит, изобретенный, выдуманный автором город, в котором люди трудились, бездельничали, болтали, ворчали, оплодавали, молились, любили, жили. И вот семья Бруди, с которой мы сталкиваемся, с которой мы знакомимся уже в первой главе, с каждым членом этой семьи, она оказывается полностью исключенной из вот этого вот мира, который живет и радуется весне. В статье Татьяны Сергеевны Бурыгиной, которая вот тоже посвящена этому роману, в котором он, вот этот роман характеризуется как процессированный клинический пример психопатологии как раз, упоминается также авториографическая книга Кронина, называется она «Приключения в двух мирах». Эта книга, видимо, на русский язык так и не была переведена, это его рассказ о практике в клинике для душевнобольных. И в этом повествовании он очень чутко обозначает, что наше представление о душевнобольных, как о людях, которые одержимы какими-то интересными маниями, которые меняют с Иваном Кулионами или иными яркими историческими личностями, вот это вот наше представление о душевнобольных в этом ключе, оно неверно, потому что на самом деле все это гораздо проще и гораздо трагичнее. И вот этот вот роман в какой-то степени, вообще-то не в какой-то полной мере можно воспринимать именно историю, как историю семьи, которая находится во власти человека, которая, в общем-то, одержима этой сообразной любовью к себе, которую один из героев романа, тоже врач по профессии, доктор Ренвик характеризует как манию величия. У вас мания величия, вы хотите, чтобы все перед вами перепятали. И члены его семьи, с которыми мы знакомимся уже в первой голове, это бабушка Броди, 72 года, жена его Маркера Броди, ей 42 года, она выглядит она около 10 лет старше, старший сын Мэтт, ему около 24 лет, старшая дочь Мэри, ей 17 лет, Инесси, которой 12. Они все оказываются во власти этого человека и во власти его мании. И все члены семьи, за исключением мэрия, оказываются вот такими вот своеобразными жертвами и по факту не покидают вот этот вот замок, вот этот вот дом Броди, который он выстроил по своим эскизам, который был выстроен по его собственным эскизам. И напоминает внешний замок какого-то барона, но при этом в карикатурно уменьшенном виде. И это описание дома присутствует также на первой странице, как я процитирую. В его грандиозной архитектуре было что-то такое, от чего замирал смех, что-то глубоко скрытое, извращенное, ощущаемое всеми, кто пристально всматривался в дом, как уродство, как уплощенное в камне нарушение гармонии. И в первой главе, когда мы знакомимся со всеми героями, мы видим их также глазами главы семьи Джеймса Броди, который, в общем-то, определяет их значимость в том смысле, насколько они важны и интересны ему самому. Так свою жену, он цитирует, ценит лишь постольку, поскольку она заменяет прислугу в доме. В назначении его сына Мэтта, который должен вскоре уехать в Индию, получить там место, Броди видит знак особого расположения к нему сэра Джона Летта. Это такой местной патриции, верхушка местного общества. И Броди это назначение видится новым доказательством его собственного винного положения в городе. Глядя на свою мать, он доволен тем, что она выглядит такой крепкой и может продвинуть еще добрых 10 лет. И отмечает, что если он, ее сын, проживет до таких лет, а может быть и дольше, будет очень хорошо. Глядя на Несси, он, видимо, Несси, в общем-то, младшая дочь, это единственный член семьи, который вызывает у него более глубокие эмоции и более теплые чувства. При этом у него тоже есть планы на дочь, которые отмечают в школе, и он намерен сделать из нее нечто, что просваивает его имя. При этом он заранее убивает за славой, которой дочь позволит ее имя. Но в романе, например, есть эпизод, когда он узнает о том, что случилось какое-то несчастье, и мы видим, как он реагирует на это известие, еще не зная о том, что случилось, процессирует. В чем дело, закричал он дико, случилось что-нибудь с Несси, на нее ударила молния, с ней худо. То есть из всех членов семьи, которые могли пострадать, из всех несчастья, которые могли случиться, вот это вот то, что для него действительно является несчастьем. И, в общем-то, это единственный член семьи, который ему действительно дорого, который вызывает у него какие-то высокие чувства. При этом Броуди характеризуется здесь на протяжении всего романа, как человек, который никогда не жалел денег именно на свои нужды, и дом является вот таким вот тоже реализацией его желания. И, проситируя копию, он эти деньги только для единственной цели, вот именно для удовлетворения собственных нужд. В романе неоднократно подчеркивается то, как он одет, тот образ жизни, который он ведет, как он себе, в общем-то, не отказывает себе ни в чем, в тех рамках финансовых, которые ему доступны. В то же время мы уже, опять же, на первой же странице, в первой же главе узнаем о том, что у его старшей дочери Мэри нет, например, ни одного хорошего пилоти, в котором она могла просто даже выйти в город не за покупками, а за чем-то еще. Точно так же, как у его жены. И его старшая дочь была взята из школы в возрасте 12 лет, чтобы просто помогать матери, чтобы обслуживать отца и обслуживать дом, который он построил. И его домашняя политика, например, тоже посетирует, не позволяет женщинам считать себя больными, потому что они являются функциями, они являются тем, что теми людьми, лишенными не личностями, а теми функциями, которые он им предопределил. Отмечается также в тексте неоднократный, но неповоротливый ум. Например, когда он читает газету, передовицу, процитируя, как он это делает, медленно шевеля губами, читал он передовицу, иногда ему приходилось дважды перечитывать какую-нибудь трудную фразу, чтобы уловить ее смысл. Но он упорно продолжал читать, несмотря на то, что к следующему утру содержание прочитанного совершенно исчезало из его памяти. Но при этом он насквозь видит всех членов семьи. Он действительно видит малейшие оттенки их чувств и, в принципе, может предугадывать их реакцию на то или иное свое слово. Бруди, как ясно из английского варианта названия, является шляпником, но не тем, кто делает шляпы, а тем, кто ими торгует. И при этом он сам на себя никогда не смотрел, как на торговца, а с самого начала, цитата, вошел в роль обедневшего дворянина, вынужденного добывать средства в их жизни, не подорвающим для него занятиям. И вот в этом и лежит ключ к его представлению о собственной осуде. Он считает себя выше других, он считает, что в нем цичет благородная кровь. Так в одном из эпизодов он чувствует, цитата, что его кровь благородная, как кровь императора, циклаппа, живым стремительнее, чем жидкая, лодинистая кровь всех этих людей, которые его окружают. При этом он, в общем-то, отлично понимает, отлично знает, что его претензии на родство с самым родовидом, самым благородным семейством данной местности являются весьма спорными. И в лучшем случае речь может идти о том, что кто-то из его предков был незаконно родным сыном. Но при этом, тоже процитирую, он знал хорошо, что в этой информации кроется печальная правда, но, как всегда, предпочитал обманывать себя, сомневаясь в верности вот этих вот предположений. И при этом, отмечает актер, к этому его упрямый тяжеловесный ум всегда был склонен. То есть вот человек, который с ограниченным интеллектом, с глубоким заговорочным убеждением своей исключительности, с очень высокомерно призрительным отношением к окружающим. И вот этот человек, историю его, в общем-то, падения описывает роман, потому что действие романа охватывает срок чуть более четырех лет. И на протяжении всего этого срока, когда на проводе, в общем-то, сваливаются самые разные несчастья, мы видим только один эпизод, в котором вот эта вот броня его безусловной уверенности в своей уникальности, безусловного презрения ко всем остальным пробивается. Это момент, когда погибает, умирает буквально от рака последние минуты жизни его жены. Я процитирую, как это описывается в романе. Его вдруг охватило ужасное волнение. Да, он помнил этот день, о котором говорит ему украющая жена. Какое-то настойчивое, властное побуждение толкало его сказать горячо от души, так как не говорил он уже 20 лет. Но тем не менее, он этого никаких теплых слов, умирающей жене он не говорит. Напротив, он буквально прибивает ее к месту, ускоряет ее гибель, говоря о том, что они разорены и отправятся в Богодемлю. И после этого, когда начинается агония, на которую он смотрит, он с ней один в этой комнате, один на один, он произносит «Маргарет, жена». Маргарет, не обращая внимания, я и половина того не думала, что сказал. Это слова, которые срываются с его губ, сравниваются с цветущими побегами на сухом дереве, но его жена этих слов уже не слышит, она уже умерла. И вот это нежное чувство, которое в нем пробуждалось, это буквально несколько минут, которые мы видим в течение всех этих четырех лет, оно начисто проходит после смерти жены. И мы узнаем о том, что это чувство, которое едва слышно заговорило в нем, цитата, у ее смертного адра, и воспоминания о первых годах совместной жизни ни разу больше не шевельнулись в нем. В памяти его была темна, как небо, сквозь своего дитя над тучами, сквозь которые не может пробиться ни единый луч света. И к финалу романа, но не к финалу, а ближе к концу, мы видим уже такой остов человека, потому что Броуди теряет и свое положение в обществе, и свое финансовое долгополучие. И, опять же, процитируем, как он описывается, каким его видит его старшая дочь, вернувшись после низких лет отсутствия. Цитата, его сильный и мужественный характер как будто истаял вместе с его телом, и перед ней был изуродован и остов человек, а лежимого чем-то, она не знала чем, управлявшим каждой его мыслью, каждым поступком. И вот эта держимость, единственная идея Вик, с которым осталась, это стремление доказать всем свою уникальность через поручение его младшей дочери, через стипендии Летта, которую до этого получали только мальчики. И его любовь к младшей дочери, к Нессе, превращается, как видит старшая дочь, во что-то странное и жуткое. И эта любовь, в общем-то, приводит эту младшую дочь к гибели. И в этом тексте мы видим, как вот эта вот властная фигура, которая стоит над этой семьей, которая заключает вот этих вот людей в пространство выставленного дома-замка, как эта властная фигура разрушает всех тех, кто находится в ее глазе, в ее тени. Так Маркерет Броуди, его жена, процитирует тоже несколько фрагментов, которые характеризуют их взаимоотношения. Она только в редких и исключительных случаях осмеливалась называть мужа по имени. Лишнее доказательство того, какое незначительное место занимала она в его жизни. Или же в какой-то момент он восклицает в ее сторону «Нечего из моей спальни делать мусорную свалку», хотя это вот общая супружеская спальня. Мало того, что я терплю тебя здесь, то ты еще будешь совать мне в лицо свое глядное тряпье. Или далее. «Разве я разрешил тебе съесть ты ничтожество? Стой, походу я не кончу говорить с тобой». И она, как послушный ребенок, тотчас поднялась. И вот этот вот страх перед мужем оказывается гораздо сильнее ее любви к собственным детям, она их все-таки так или иначе любит, особенно любит старшего сына. И в момент, когда она отправляет его в Индию, провожает его в Индию, когда она прощается с ним уже последние минуты, когда он в отчаянии просит позволить ему остаться, она, говоря самым любимым своим ребенком, говорит, «Он убил бы нас, если бы ты вернулся со мной обратно». Она не может помочь даже самому любимому своему ребенку. Точно так же она предостерегает свою старшую дочь, не вздумая идти против него Мэри, те, кто пытался так делать, потом жалели об этом. В результате всегда один и тот же. Она вздохнула, вспоминая что-то, потом добавила. Он рано или поздно узнает и положит всему конец. Ох, и конец будет скверный, очень скверный. И Мэри, которая действительно оказывается здесь в очень непростой ситуации, чудом из нее, в общем-то, выбирается, она ясно видит слабость матери, и, как отмечает автор, ее глупость и беспомощность, видит то, что она просто отражает визвесущую тень того, кто был сильнее ее. И, будучи человеком, какого-то религиозно, Маргарет Броуди, тем не менее, рассуждая о вечности, о смирении, о любви к Богу, по словам автора, еле было говорить о страхе перед вечности, когда этот страх был ничто в сравнении с ее страхом перед Броуди. Вот этот вот страх перед мужем является главной силой, которая определяет все ее поступки. При этом автор нам, в общем-то, постепенно объясняет, рассказывает, что чувствует женщина, которая оказывается в этой вот ситуации. Так мы узнаем, в том числе, и о ее молодости, о ее счастливой жизни. Она была дочерью фермера, достаточно состоятельной семьи, и была у нее тоже и история любви в самом начале, видимо, первые годы брака тоже были небезнадежны. Но, тем не менее, впоследствии, как говорит автор, она с убийственной безнадежностью поняла, что прикована навсегда к человеку в высшей степени, несправедливому, и что единственная лица самозащиты для нее состоит в том, чтобы выработать в себе закосневое равнодушие ко всем здорным объединениям, которые он и белосыпал. Здесь интересно, что мы можем, например, сравнить этот образ с образом другой женщины, которая оказалась в точно таком же положении, с образом матери Джеймса Броуди. Мы узнаем, что его отец, которого звали точно так же, был человеком с точно таким же характером, и погиб, разорившись в какой-то момент, он попал в своей лошади. Но вот эта вот бабушка Броуди, которую мы видим уже в возрасте 72 лет, это человек совершенно другого склада, такой полностью отдающийся всем исключительно телесным потребностям, совершенно другой человек по своей натуре, такой вот предельно ограниченный. И глядя на нее, ее сын видит и произносит для себя, что у нее есть один бог ее животных. Вот так оно и есть. И именно вот такое вот отсутствие нравственной глубины, рефлексии и прочего позволяет ей, в общем-то, сохраниться тем, кем она является. То есть ее как раз-таки право с подобным человеком не разрушило, она остается равной самой себе. А вот Маргарет Броуди напротив, это человек, опять же, остаюсь другой природой, и поэтому, даже проживая с мужем более 20 лет, она в тот момент, когда он изгоняет ее из супружеской спальни, она по словам автора не чувствовала, каким облегчением для нее будет иметь свой отдельный спокойный угол по ночам, а, цитата, ощущала только острую обиду и унижение от того, что ее выкрасывают вон, как старую утварь, негодную больше употреблению. Лицо ее было от стыда, как будто она услышала от мужа какое-нибудь грубое циничное замечание, но глубоко заглянув ему в глаза, она сказала только, говорит, да, как ты хочешь, Джеймс. И, признавая саму себя конченным человеком, она является действительно человеком конченным, как отмечает автор, вот это вот равнодушие, которое могло бы ее спасти, ей себе выработать не удалось, и муж, цитата, свомил ее. Единственное, что ей остается, это способность, которую она в себе развила, исключать его из своих мыслей, как только он уходил из дома. И вот эта вот действительно несчастная женщина, с воглобленной судьбой, остается два утешения. Одно из них относительно невинное и безопасное по отношению к окружающим, это книги, в которой она погружается с головой, погружает себя героинями тех романов, которые она читает. Процитирую тоже из первой же главы, мы узнаем об этом. Маргарет Броуди всей своей трагически сломленной душой ушла в переживание героини, предаваясь одному из тех утешений, которые еще оставила ей судьба. Другое утешение гораздо опаснее, поскольку это утешение, она ищет любви к сыну. И процитирую опять же, как это выглядит, как это характеризует Кронин, напомню, человек, который непосредственно работал, умел дело с людьми, которые подвержены более душевным болезням и раздротствам. Ее чувства, осмейные и подавленные, искали выхода. И она щедро развивала их на сына, а атмосфера черствости, соревшая в их доме, вызывала в ней настоятельную потребность привязать Мэтта к себе узлами любви. Она относится к нему так же, как к мужу, но вот это такое служение именно любимому ребенку. Она служила ему, как рабыня, стирала, штокала, вязала для него все, чистила ему обувь, ствола, постель, стряпала для него самые вкусные блюда. И в какой-то момент, теряя уже этого сына, она произносит молитву, в которой просит Бога оставить ей хотя бы Мэтта, оставь мне сына, говорит она, чтобы было кому любить меня, потому что это единственный человек, на любовь которого она еще как-то надеется. Но при этом, вот эта вот любовь, безоговорочная, слепая материнская любовь, направленная на этого мальчика, она является тоже такой вот разрушительной силой, которая в значительной степени способствует тому, как развивается и его жизнь в дальнейшем. А в какой-то момент он произносит, когда она пытается его напутствовать, вернуть на путь истинный, он произносит, что ты знаешь о счастье, ты всегда оказалась довольно-таки несчастной. И вот Мэтт, старший сын, это тот, тоже такая вот жертва Джеймса Броуди и той атмосферы, которая царит в его замке, в его доме. Опять же, в первой главе мы узнаем, даже не во второй, мы узнаем, во второй главе, мы узнаем его свабости, уделительной для этого, цитата, достойного восхищения элегантного молодого человека, курильщика, мандеминиста, жениха и будущего отварного подержавственника в Индии. Он боится темноты. И боится настолько, что его сестра встречает его тайком по вечерам и провожает наверх в его комнате по темной лестнице. И когда его мать заболевает, мы тоже узнаем, он тоже возвращается к этому состоянию мальчика, робкого и жалостливого, который отчаянно переживает утрату именно матери. И потеря матери его в состояние детства возвращает. Но при этом он старается копировать, как мы можем видеть из текста, поведение собственного отца. Это такой вот Джеймс Броуди в таком еще более извращенном варианте. Потому что ему важно быть в центре всего. Он действительно горит с большой буквы. Например, говоря о своих взаимоотношениях с невестой, которых мы тоже узнаем второе говорим, он говорит о том, что Агнас эта девушка меня благотворит. Это является тем, что характеризует ее положительно. Еще одна цитата. Было бы очень неприятно, если бы Агнасу знала об этом. Такое поведение моей сестры уронило его и меня в ее глазах. Он всегда говорит о себе и думает о себе. И даже в последних эпизодах, когда мы узнаем до его отъезда, до того, как он покидает физически Том Броуди, мы узнаем, а мы видим, как он разговаривает за своей младшей сестрой, с этой запомнанной девочкой, которая после его отъезда должна остаться один на один с спивающимся одержимым одной манией отцом. Она умоляет его взять, взять ее с собой, ему нечем ее утешить. Более того, в конце этого разговора произносит, как он может ожидать от человека, что он будет стоять и разговаривать с тобой, когда здесь не топлено. При том, что Несси часами проводит в этой холодной комнате над учебниками, запертой там при фазе отца. И более того, он всегда хочет быть в центре событий, в таком куда более редуцированном, упрощенном варианте. Мы узнаем, например, когда он тоже напившись и дав себе волю, хочет быть в центре той компании, в которой он оказывается. Он готов был броситься к этим людям, вернуть себе их неверное расположение, закричать, да посмотрите же сюда, я великий игру в бильярд, обступите меня снова. Точно так же, как и Броуди, необходимо быть в центре, быть верховодитой компании, в которой он оказывается. И на протяжении всего повествования он ведет такую незримую борьбу с отцом. Очевидно, что борьбу с глазом на глаз, лицом к лицу он выиграть не сможет. Мы видим пример борьбы, когда он пытается убить отца, но даже это ему не удается, даже выстрел в упор оказывается мимо. И опять же процитирую, как он об этом сам говорит. Мускулы его лица судорожно двигались под бледной кожей. Я ему отплачу, шептал мать вставая, я с ним и сплетаюсь. Если у него со мной еще не кончили, так у меня с ним тоже. И он мстит ему очень своеобразным образом, увозя из его дома любовницу Броуди, которой он испытывает такое же влечение, но вот в доме отца он к ней прикоснуться не может. процитирую. Как она разжигала в нем кровь эта бесстыдная кокетка, которая целиком принадлежала его отцу и благодаря этому табу была совершенно доступна для него. И он мстит отцу, увозя эту молодую женщину на место своего назначения, которое может быть предоставлено только человеку женатому. Процитирую. Радость вызывала юрка врезость тела Нэнси, но и сознание, что он отнял ее отца, что судьба давая ему в руки мощное орудие мщения. Но при этом мы можем понять, потому что Нэнси здесь тоже характеризуется достаточно полно и ясно, что этот брак, который он заключает, чтобы причинить боль отцу, чтобы увести эту женщину, очевидно, оно не будет счастливым. И очевидно, что будущее наследника имени в роде тоже будет проходить под тенью отца и тенью этого дома, который Мэтью Броуди сформировал. Из всех детей выбраться из этого дома удается только старшей дочери Мэри, которая на момент начала романа ей 17 лет, к концу романа ей уже больше спустя одного года. И она здесь описывается как по словам своего Броуди, самого Броуди уже тоже на первых страницах, словно не его дочь. Никогда она не подчинялась ему так беспрекословно, как он того хотел. Никогда не оказывала такого полного почтения, как все остальные члены семьи. И вот Мэри повторюсь, удается выйти из этого дома, в какой-то момент она на него возвращается в такое добровольное рабство, пытаясь спасти младшую сестру. Но вот этот выход из дома связан с трагедией, связан с сломанной, исковерканной жизнью, потому что это конец 19 века, когда девушка, родившая ребенка вне брака, оказывается вычеркнутой из этого общества, является на ней клеймо порочности, и она не может вернуться в тот статус, в то положение, которое так или иначе присутствовало было, в котором она существовала ранее. И вот эта любовь, молодой человек, за которого она хотела бы выйти из дома, с которым она хотела бы связать свою семью, она тоже является в какой-то степени порождением вот этого закрытого мира, в котором Мэри существует. Потому что у нее нет подруг, она даже не имеет представления о тайне зачатия, отец запрещает ей общаться практически со всеми, ей некуда выйти, ей запрещено это делать. И вот в какой-то момент она встречает такого молодого человека, Дениса случайно и процитирую, как она сама думает об этом. Никто никогда еще не относился к ней так, как Денис, она его любит. Почему? Потому что он первый, единственный человек, который на нее смотрит, который ее слушает, который ее восхищается и для которого она является не просто вещью, предметом, прислугой, а именно человеком, который интересен, который дорог. Сама она произносит во время одного свидания «Ты делаешь меня счастливой и свободной, ты с тобой мне так легко дышится, в отличие от дома, в котором она всегда дышится тяжело». И вот это вот чувство, которое возникает, возможность увидеть себя со стороны приводит к тому, что она со стороны видит и своего отца, который всегда был для нее богом и господином и начинает видеть истинный характер отца и понимать природу его поступков, в частности, почему старший сын был отправлен в Индию, потому что он мог бы иначе заключить брак, который, вроде, очевидно, был бы не по вкусу и так далее. И сама Мэри, увидев характер отца, поняв суть того мира, в котором она жила до этого, из этого мира дорогой сыной все-таки выбирается. В отличие от младшей дочери Несси, которая здесь предстает как такое вот маленькое подобие своей матери. Здесь неоднократно отмечается ее сходство с матерью. Интересно, что Несси, несмотря на то, что она является очень одаренной школьницей, предпочитает все-таки предпочела бы все-таки заниматься, например, домашним хозяйством, с хозяйством, а не этими несчастными, ненавистными уроками. Инесси, оказывается, тоже вычеркнута из социума, потому что никто из девочек по ее словам не хочет с ней играть, им запрещено это делать после падения в роде. Она живет в том доме, члены которого общаться уже, в общем-то, окружающие не хотят. И она, интересно, что она характеризуется следующим образом, именно интеллектуально, то, что касается ее интеллекта, как девочка с исключительной памятью, но, как отмечают директоры ее школы, у нее присутствует некая ограниченность интеллекта, именно интеллекта. И вот эта вот степень диабетта, которую, по плану отца, она должна получить, оказывается все-таки для нее недостижимой. и Несси, узнав об этом, как бы, мы узнаем, мы видим, как она, получив вот это вот извещение о том, что она теперь не получила, одевается, собирается, одевается так, как будто она собирается покинуть этот дом, но далее она спускается на кухню, место сбора всей семьи, и именно в этой комнате, центральной, комнате дома, в таком духовном центре дома она вешается. Поэтому, в общем-то, она остается внутри этого пространства, внутри этого замка. И, повторюсь, единственный ребенок, который его покинул, это Мэри, и в этом плане Хронин, конечно, дает такой повод для надежды, по крайней мере, и повод для надежды и веры в то, что будущее Мэри все-таки будет счастливым, поскольку дома она только играет с человеком, который ее любит. Ну, хоть в отечественной литературе много говорится о социальной условленности образа Гроуди, более современных работах и на язычных работах скорее анализируется он с такой психологической точки зрения, именно с точки зрения с позиции психоанализа, но все-таки мнение отечественных литераторов, мне кажется, сбрасывать из счетов очевидно не стоит, потому что в этом первом уже романе Арчибальда Крунина он создает городок под названием Ливенфорд, располагающийся на берегу реки Ливен, и этот город Ливенфорд такая благодатная почва для развития и формирования характера Джеймса Броуди. Так мы узнаем тоже в сфере жителей что жители Ливенфорда никогда не смеялись над этим домом на замком Броуди, по крайней мере не смеялись открыто, такова была неуловимая атмосфера могущества, окружавшая его, что никто не решился бы и улыбнуться. И мы узнаем, как формировалось положение Броуди в этом доме. 20 лет назад он начинал еще без средств, он действительно боролся за положение в этом городе, но постепенно становясь все более успешным, все более уверенным в себе, он принимается во все более высокие свои этого общества. И процитирую. В молодости он раз вышвырнул человека из своей лавки за невежливое слово. Терроризируя весь город, он заставил людей считаться с ним, не искал ничьей благословенности, щеголяя грубостью. Эта необычная практика имела поразительный успех. Он приобрел репутацию человека грубого, но честного и прямолинейного. Среди из-за его завоевала ему покровительство этих людей. Но чем больше ему давали развернуться во все шире его натуры, тем больше презерял он тех, кто позволял над собой ухуражиться. И вот этот мир Ливенфорда и его лучших представителей рисуется кроня с такой очередной иронией. В какой-то момент Джеймс Броуди был принят в так называемый философский клуб, который является закрытым обществом и в которое принимают очень немногих. Но при этом видно, с какой иронией автор говорит об этом самом обществе избранных, об этом философском клубе. Об этом нужно судить уже по списку тем, которые в этом философском клубе обсуждаются. Например, я услышала их на всякий случай, наш бессмертный бас с членем отрывков, домашние голуби и их болезни, рост кораблестроения на кладе, шатванская остроумия и юмор, местные и покойного достопочтенного Мэтиаса Грома из Ливенфорта. В общем-то, с философией эти темы имеют очень мало общего. И помимо того, что Броузи, который уже является финансово благополучным и является человеком, которому трудно отказать, его окружает вот этот орел силы. Кстати, мы узнаем, например, на страницах неоднократно о том, что он может бросить человека в канаву, мы видим, как он бьет людей. В какой-то момент, да, уже тоже, наверное, в первой голове присутствует это, когда к нему подходит молодой человек и спрашивает, в каком состоянии местоположен сегодня ваш дом. И в ответ он получает чудовищный удар в лицо, который его просто сбивает с ног, он падает на землю. Очевидно, что ничего за этим ударом не следует. Очевидно, что жестокость по отношению к ближнему воспринимается, проявление силы воспринимается как должное. И более того, не только членами философского клуба, но и местным патрициям, тем самым Джоном Ветто, который организует стипендию, на которую претендует дочка Броуди в том числе. Так мы узнаем о том, что он осуждает очевидно изгнание старшей дочери из дома, жестокое отношение к ней мы узнаем, что Броуди интересовал Джону Ветто, как интересует образованного человека все оригинальное и необычное, но далее ему становится тот же сам Броуди, становится ему просеянный жалоб. Однако, опять же, со страниц романа мы узнаем, что этот самый Джон Ветто, видя, например, как Броуди вышвыривает ему под ноги бедного лавочника, относится к этому как к какому-то веселому эпизоду, произнося «Вот этот маленький человечек, сэр Джон одновременно поглядел на Броуди, однако он не слишком увлекается Броуди, иной раз густяк имеет серьезные последствия, вы этот, пожалуй, всех в городе перекалечите». То есть, такое предостережение, которое скорее едается поощрением. И вот силы и деньги, которые Броуди постепенно обладает, делают его фактически неуязвимым, позволяют ему развернуться во всю шить своей натуры, его никто не останавливает. И только когда он постепенно утрачивает финансовую состоятельность, он постепенно утрачивает влияние в этом городе. В Ливенфорд, этот городок, появляется и в другом романе Кронина «Юные годы». Это тоже история семьи, это первая часть диалогии, в которой очень много автографичного. И вот в тексте «Юные годы» мы тоже видим семью, мы тоже видим семью достаточно закрытую, в которой тоже есть голова и есть тоже такая история одержимости. Но это одержимость уже не собственным величием, не благородством своей крови, а жадностью, которая тоже разрушает жизни членов этой семьи. К счастью, эта история тоже заканчивается для главного героя относительно благополучно. Зачем читать «Замом проводе»? «Замом проводе», во-первых, надо читать, потому что, несмотря на то, что это первый текст Кронина, это действительно прекрасно выполненный, прекрасно сделанный роман, который уже стал классикой. Если сесть за него с карандашом и вчитываться в него очень внимательно, можно заметить некие фабульные или сюжетные шероховатости, можно увидеть какую-то чрезмерную экспрессию, например, в истории родов Мэрия, потому что это все обставлено как такой библейский почти эпизод, самая страшная буря, которая накрывает город, она рожает в хлеву, мальчик рождается и погибает, погибает ее возлюбленный, потому что под поездом рушится мост. То есть, вот такая вот концентрация почти романтических каких-то несчастья, она неускай выпадает из общего тона повествования, потому что все-таки это такой очень реалистичный текст, но тем не менее это шероховатости, которая может себе позволить как-то замедлить, который в общем-то не надо замечать совершенно, потому что это для таких узколобых реставраторов в большом счете они шероховатостями не являются. Это текст, который действительно приятно читать, именно потому что он очень хорошо написан. Ну и кроме того, этот прекрасный образец вот такого психологического анализа, это не психология Достоевского, в которой есть какие-то крайние точки, в которой есть вот это вот подполье собственного я или в котором есть выход на возможность всеобщего рая и прочего. Вот такие полисы, такие полисы, конечно, Кронин не затрагивает, но это история внутренней жизни очень конкретных людей, которая может быть понятна и близка в общем-то и современным читателям тоже, несмотря на то, что роману уже вот 90 лет. И это в общем-то текст, который в том числе поможет и в сегодняшний день немножко лучше понять например, ту же тему домашнего насилия, потому что если использовать терминологию сегодняшнюю, Джеймс Броуди это вот такой типичный абьюзер, который становится причиной гибели членов его семьи. В общем, это то, что я хотела сказать по поводу романа. Если есть вопросы, то я еще раз скажу только коротко, что у нас в следующий раз будет последний роман, он будет «Цементный сад» Яна Макьюина. Это тоже история семьи и роман «Цементный сад» первое произведение Яна Макьюина, написано в 80-х годах и от Джеймса замка Броуди его отделяет порядка полувека. Но это тоже будет история семьи и будет любопытно в какой-то степени возможно сопоставить два из этих текстов. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова